Всем привет! Сегодня у меня пятница и я начинаю снимать очередную неделю проекта, мини-проекта Успеть до нового года, уже совсем немножечко у нас осталось времени и мне хотелось бы еще кое-что действительно успеть сделать до нового года И начать я хочу сегодня с показа своего секретного маленького небольшого процесса, который я вышивала в подарок и который по этой причине я вам не показывала Так, ну я его подарю в воскресенье, но я надеюсь, что все получится, я действительно его подарю и поэтому могу уже в этом видео его показать, но что вы видео увидите позже И это вот такой милейший снеговичок Снеговичок-ведьма по схеме Елены Шостаковой Вот такой вот очаровательный, совершенно очаровательный малыш, который вышелся у меня в подарок Может быть кому-то покажется немножко странным выбор именно такого дизайна, но это было сделано специально, целенаправленно Вообще у Елены Шостаковой у нее уже огромное, по-моему, какое-то количество таких снеговичков И они все очень разные, они в разных костюмах, там каких только нет И я как раз, когда раздумывала о подарке, мне нужно было придумать подарок для девочки, которая любит тему Хэллоуина Ну, как бы новогоднюю тему тоже любит, и новогоднюю тему любят многие Ну и, в общем-то, подарок нужен был такой новогодний, с одной стороны С другой стороны, я знаю, что она любит Хэллоуин, любит всяческую тоже хэллоуиновскую атрибутику И вообще, вот как бы тему Хэллоуина И мне захотелось совместить вот эти два интереса в одном флаконе, да, в одном подарке И поэтому, когда я увидела вот этого снеговичка на Елену Шостакову Елена Ше, у нее аккаунт в Инстаграме, я на нее там подписана И как раз мне попался на глаза вот этот снеговичок-ведьма И я решила, что это просто вот то, что мне нужно, это идеальное сочетание И я решила его вышить, вот, купила схемку отдельно снеговичка Вообще у Елены там, по-моему, какой-то совместный проект по этим снеговикам Ну, в общем-то, я не знаю, не вникала особенно Но спросила, можно ли купить схему одного снеговика Она сказала, что да, можно И вот такой замечательный снеговичок у меня получился Мне кажется, очень милый, очень очаровательный Он оказался, правда, немного больше, чем я предполагала Я думала, что он будет по размеру примерно как снеговичок, который вышивала от Crystal Art Но он немножко больше, ну, так прям, да, заметненько даже, мне кажется, больше И очень-очень такой очаровательный Оформила я его как обычно, то есть с обратной стороны я просто приклеила фетр Здесь ножки у меня на вот такой скрученной веревочке Это металлик фиолетового, сиреневого цвета Давайте покажу вам поближе Вот такой фиолетовый металлик, из которого я скрутила тоже веревочки Хотела я что-то, может быть, другое, тесемочки какие-то поискать Но что-то не попалось мне, ничего подходящего Думала, может быть, из проволоки тоже скрутить, как на снеговике от Чаревна мыть Но, в общем, не сложилось И в итоге я решила, что вот такой тоже вариант С такими фиолетовыми, сиреневыми, скрученными веревочками, ножками Будет тоже смотреться симпатично Ну и таким же образом сделала вот здесь вот петельку Только из серебряного уже металлика Ну такой вот он, милашка Милашка, очаровашка, снеговичок, ведьмичка Здесь такой замечательный паучок Миленький сидит Ну и плащ, платьишко, вот это все Шляпа По-моему, очень мило Очень, конечно, здорово смотрятся эти снеговички Когда они тоже в каком-то там комплекте, какой-то компанией Очень здорово тоже они выглядят Так что, если вам этот снеговичок понравился Ну, в принципе, да По стилистике, то можете обратить внимание Там, выбирать каких-нибудь других снеговичков Хотя, наверное, сейчас уже не очень актуально Потому что времени до Нового года осталось совсем мало Но помимо этого снеговичка у меня еще кое-что появилось И это вязание Я, честно говоря, немножечко соскучилась по вязанию Я давно не вязала ничего И мне прям хотелось повязать И, конечно же, самый такой, наверное, быстрый способ Сделать какое-то изделие Что-то вот вязаное Это трикотажная пряжа И я увидела вот такую идею интересную в интернете Сделать край корзинки вот таким образом Как будто она припорошена снегом И сделала этот вариант Осуществила Получилась у меня вот такая вот корзиночка То есть пряжа трикотажная у меня Это, ну, обычная трикотажная пряжа Я обвязала донышко так, как снимала мастер-класс То есть, если кому-то интересно, вы можете посмотреть Есть у меня мастер-класс по обвязанию донышка Такого вот симпатичного весьма И здесь я не стала использовать какой-то сложный рисунок Потому что подумала, что будет у меня вот такой интересный верх И мне не хотелось как-то от него отвлекать внимание Поэтому решила здесь сделать такой простой рисунок Такие вот просто столбики без накида Связанные, ну, как раскол называется Или как Вот эта пряжа, это у меня Ярнарт Долче У Ярнарт есть еще велюр пряжа Она потоньше Долче она потолще И при этом я ее еще брала в две нити То есть я здесь вязала в две нити Чтобы так толстенько прям получилось Ну, вот такая вот симпатичная, мне кажется, корзиночка вышла И с удовольствием я ее повязала Так, ну, это то, что было как бы вне планов Теперь давайте возвращаться к планам То, что тоже нужно успеть до Нового года И, конечно же, основное, что мне нужно успеть до Нового года Это хижина Хагрида Поэтому начинать я опять буду неделю с нее Потом, возможно, прервусь, ну, скорее всего, прервусь на что-нибудь другое На оформление или, может быть, на что-то новенькое, новогоднее Но хижину двигать тоже будем И вот так она у меня выглядит на данный момент То есть вот так она у меня выглядела в конце прошлой недели И в начале, соответственно, этой недели Дальше я буду продолжать вышивать шарик И вот эту нижнюю часть полукрест оставлю на потом Ну, и оставшийся бэкстич тоже, наверное, буду вышивать уже Когда закончу вышивать все крестики-полукрестики Надеюсь, что работа у меня продвинется хорошо За ближайшие, я думаю, так, парочку дней И потом мы с вами увидимся Покажу вам, что у меня получилось То есть на данный момент у меня готово, ну, почти 64% работы И я надеюсь, что мне удастся вот оставшуюся часть подсократить, ну, хотя бы вдвое То есть если там, что мне получается, остается 36%, ну, где-то процентов еще 18-20% Я надеюсь, вышью за вот ближайшие парочку дней Ну, пока у меня вот именно такие планы Надеюсь, что все получится Так что скоро увидимся Ну что ж, сегодня у меня уже понедельник Трудилась я над хижиной Хагрида Не покладая рук три дня и три ночи, хочется сказать Ну, на самом деле, конечно же, не так все сурово На самом деле, вышивала я по вечерам И, ну, и раз, и не очень много Но, в общем, за три вечера к чему я пришла? Пришла я вот к чему И уже, ну, видно, что работа все-таки близка-таки к завершению Программка показывает сейчас мне 83% работы, готовность И остается, по сути, не так уж много Осталось у меня вышить полукрест То есть крестики, ну, можно сказать, все готовы Вот здесь немножечко те самые снежинки крестом остались Но их совсем-совсем немного В основном остался полукрест Это нужно заполнить вот эти вот пустые пространства И еще вокруг добавить То есть вокруг еще два цвета, по-моему, там будет Ну, то есть мой шарик, мой круг станет еще больше, еще объемнее Ну, и, конечно же, бэкстич Бэкстич будет в основном на вот этой подставочке То есть здесь обводятся кирпичики Вот эти, обводится табличка И надпись сама выполняется Ну, а что касается вот верхней части Здесь немного, немного быка еще добавится На дорожке, где-то здесь по бокам Ну, и сам тоже шарик вокруг будет обшиваться бэкстичем Я думаю, что еще за один подход, так скажем, к этой работе я завершу ее Как минимум два мне понадобится Я, ну, так думаю, а то вдруг может быть и три Ну, два, по идее, вроде бы должно хватить Но пока я отложу все-таки хижину Да, я прервусь немножко и повышиваю что-нибудь другое Потому что устаю немного от нее В целом, опять же, вышивается хорошо Нижняя часть тоже вышивается замечательно Единственное здесь, какой момент Такие, ну, не то что поодиночке Но, да, понемножку крестика вышивается вот в этих пятнах Вот в этих зеленых пятнах очень много цветов на самом деле И поэтому получается, что там здесь два, там три крестика Здесь три, четыре, здесь еще один, два Ну, примерно вот так И, ну, вот Вот эти моменты здесь, наверное, такие, ну, неудобные, можно сказать Но этого не очень много Я устала от полукреста Я, в принципе, хорошо отношусь к полукресту Можно сказать, что я люблю им вышивать Но здесь я уже от него подустала Его очень много И что мне, ну, как бы не особенно нравится Это то, что он идет Такой вот, как видите, такой шахматкой, как бы И тяжело за ним следить Даже по программке мне тяжеловато То есть я выделяю нужный цвет Выделяю себе небольшой вот так участок Крестиков там 15-20 И уже могу в них потеряться Ну, потому что какие-то повторяющиеся есть ряды Вот какие-то вот эти вот всякие шахматные такие участки В общем, да, полукрест здесь у меня вышивается Нормально вышивается Но я в нем ошибаюсь периодически То есть бывало, что нашла ошибку, пришлось распускать Вчера в одном месте вообще было удивительно Вот здесь, по-моему, что-то мне нужно было вышить Цвет я начала сверху Здесь или здесь, уже не помню Но, в общем, суть в том, что я начала вышивать сверху Понимаю, что я потерялась Я не понимаю, куда мне вышивать Вот совсем Я запуталась в этих рядочках И обрезала нитку Пошла вышивать снизу Все состыковалось Все получилось нормально Все сошлось А у меня уже были ощущения, что я опять где-то что-то ошиблась Ну вот так у меня здесь почему-то происходит В общем-то такая нестандартная для меня ситуация Ну ладно, хижину пока отложим Немножечко здесь осталось Дошьем чуть позже Время у меня еще есть И прежде чем рассказать вам, что я буду вышивать дальше Я хочу вам кое-что показать Вчера я была на вышивальной встрече Это было замечательно Прекрасно и удивительно Люблю наши встречи Потому что такой огромный Мощнейший заряд положительных эмоций Это всегда очень весело Радостно И приятно И хочу показать вам Небольшие такие подарочки Которые имеют отношение к рукоделию Которые у меня появились Появилась у меня такая вот Замечательная игольничка Милая Такая приятная, чудесная Здесь с обратной стороны Листочек Приблизим немножечко Вот такой вот листочек С обратной стороны Здесь цветочек Тоже листочки такие чудесные Вот такая яркая Красивая игольничка Появилась Появился у меня новенький маячок Маячок такой не очень длинный Поэтому я решила прицепить его На нить-овдеватель Как раз думала о том Что хотела к нить-овдевателю Какой-нибудь маячок Небольшой У самой как-то не доходили руки Сделать маячок Он у меня так лежит Что периодически Несколько теряется Он там как бы Так смещается А пользуюсь я им не очень часто И поэтому иногда вот бывает Не сразу могу найти Поэтому решила Что мне здесь нужен маячок У меня конечно не очень освещение Сейчас ну вот такой вот Симпатичный Нежный маячок Теперь у моего Нить-овдевателя Он кстати по цвету К хижине хагриды подходит Мне кажется здорово И появились у меня Милейшие магнитики Это один магнитик Это вот такая вот апельсиновая Точнее мандариновая долька Она прям вот настоящая-настоящая Ее хочется съесть буквально Очень такая реалистичная Елистичная Вот и симпатичная Долечка мандарина Тоже кстати к хижине подходит Такая вот оранжевенькая И еще один магнитик У меня появился В виде вот такого пряничного человечка Он просто прелесть Хорошенький Лапочка Очень мне нравится Такой позитивный товарищ На которого хочется смотреть И улыбаться Лапусик Фокусируйся Вот такой хорошенький малыш Эти пуговички Замечательные В общем Очень он симпатичный На мой взгляд И тоже подходит К хижине Хагрида Все подходит К хижине Так Ну и теперь Что же я буду дальше Вышивать А вышивать я буду дальше Елочку Ну пора уже У меня на самом деле Елка еще не стоит Мы не ставили елку И я даже не уверена Будем ли мы ее ставить Наверное будем все-таки Но Вот эту маленькую елочку Я хочу вышить И поставить ее Пусть даже не к Новому году Пусть после Нового года Уже она у меня будет готова Но это не страшно Все равно она еще успеет Постоять в комнате И поукрашать на этот Новый год Ну или после Нового года До старого Нового года До китайского Так и вообще еще далеко В общем время еще есть Поукрашать квартиру Поэтому буду вышивать елочку Так Я конечно обзор делала Этого набора совсем недавно Потому что Недавно получила его в подарок И я вам все показывала Показывала Что здесь такая вот Замечательная подставка Такая вот замечательная елка Сейчас только обратила внимание Делала в прошлый раз обзор Не заметила А сейчас обратила внимание Что здесь вот на Деревянных заготовках Есть вот такие вот кружочки Выделенные С этой стороны два И с этой стороны два Я сначала так озадачилась Потом поняла Что это Здесь будут глазики У снегирей Специально такое Выделенное место Под глаза Так Открыточка здесь Открыточка совсем не новогодняя Даже наоборот И бисер Давайте еще раз Покажу я вам бисер В прошлый раз я вроде бы И не показывала даже Кстати Так Это на подставочку Салфеточка Вот такая подставочка С салфеточкой Инструкция Схема Здесь 4340 бисерин Нужно пришить Так Нитки Иголка Две иголки И много-много бисера Так Ну как много Сколько у нас здесь цветов 15 цветов Здесь в наборе Вот такие 5 оттенков Красного Очень темный Такой бордовый Красный Яркий Ну такой Скажем так Глянцевый И матовый Есть Это такой Розоватый оттенок Это ближе К оранжевому Оттеночек Дальше Что здесь У нас еще есть Всего два зеленых цвета Потемнее Посветлее Два оттенка Коричневых Темно-темно-коричневый И посветлее И черный Ну этот можно назвать Серый Либо черный матовый Даже не знаю К какому он ближе По мне так он такой Темно-серый Так А да Есть еще вот такой Серый Такого гематитового цвета И белый Обычный белый бисер И много-много Золотого бисера Говорят, что золотой бисер Как-то облазит Очень сильно Ну не знаю Посмотрим Я надеюсь, что все Будет с ним хорошо Была у меня мысль Кстати Покрасить елку Ну в смысле Покрасить ее По периметру В золотой цвет Но что-то я Наверное не буду Наверное я ее Вышью так Если вдруг Меня что-то не устроит Может быть покрашу После Ну аккуратненько По краям Постараюсь Не замарать бисер Но пока Я не уверена В том, что Все-таки Это правильное решение По поводу Покрасить Вот такие вот Глазки Для Снегирей Здесь у меня Пять таких Пуговичек Небольших А снегирей У нас Четыре То есть Ну судя по заготовке Вот я вижу Что Вот здесь вот Две Два кружочка И вот здесь Вот два кружочка То есть судя по всему Все-таки Четыре А одна Наверное Пуговичка Запасная Идет Ну вот и все Что входит В набор А да Вот чтобы сшить Потом елку По периметру Идет отдельно Еще Толстая иголочка С толстой ниткой Вот так Сколько я буду Уделять сейчас Времени этой елочке Не знаю Возможно Один день Повышеваю Возможно Два Все-таки Чтобы побольше Вышить Посмотрим Как пойдет Так и Встретимся То есть Либо Завтра Либо Послезавтра Мы с вами Увидимся Итак Сегодня у меня среда Я вышивала Два дня Замечательную елочку От волшебной страны И смотрите Как я По моему Неплохо Продвинулась Здесь Получается У меня Вышито Уже Практически Половина Это если Смотреть По высоте И Если Смотреть По Общему Объему Это Больше Половины Ну я имею Ввиду Конечно Одну Часть Очень Мне хотелось Я прям Вчера Стремилась К этому Чтобы закончить Вышивать Вот этого Одного Снегиря Чтобы он У меня Уже Был Полностью Готов И Мне Это Удалось Вот Как раз Он у меня Закончился Еще Рядочек Над ним Полтора И Он Уже Такой Вот Замечательный Красавчик Чудесно Смотрится Ягодки Тут Тоже Очень Красивые Обратила Я Внимание На То Что На Снегире Вот Эти Красные Оттеночки Бисера Они Такие Глянцевые А на Ягодках Они Матовые Такие Как Замороженные Да И Смотрится Тоже Здорово Интересно Мне Очень Понравилось Начала Я С Этой С 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 Нету Там Только Снегире И Ягодки Здесь Еще Елочка И Пог uso 航 później Органайзер Вот Этот Я взяла Потому Что В нем Самое Большое Количество Ячеек И Есть 12 Ячеек Цвета Цвета Плюс Еще Глазки Оход отдельно ну ладно глазки это как бы не страшно вот по поводу того как втиснуть 14 цветов бисера в 12 ячеек была мысль взять еще дополнительно один органайзер какой-нибудь но в общем не очень хотелось и поэтому в итоге решение получилось вот таким два оставшихся цвета то есть с 1 по 12 я рассыпала по номерам мне ячейки подписаны если так посмотреть видно где семерка 12 написано просто карандашом написала и все и я вот рассыпала от 1 до 12 по номерам и у меня осталось два цвета остался такой вот темно-зеленый и остался золотой которым вышивается основная часть елочки и я так сидела думала думала что же сделать куда же его положить и решила положить туда где он будет эти цвета бисера будут смотреться контрастно в конце концов в милхилл же я вышиваю не разбирая бисер мне вообще это не беспокоит то есть для меня это нормально удобно и без проблем я беру тот цвет который мне нужен и поэтому решила что здесь как бы ну тоже почему бы и не так и в итоге я насыпала вот этот темно-зеленый бисер к ярко-красному понятно что я их никак не перепутаю в любом случае и золотой насыпала к белому тоже отлично они контрастируют это же перепутать их невозможно поэтому вот таким образом у меня получилось втиснуть 14 цветов бисера в 12 ячеек органайзера мне кажется хороший способ вот очень удобно я вот уже сколько вышиваю мне нормально мне все нравится кстати когда перейду на вторую сторону елки то там абсолютно не используются зеленые оттенки их можно будет вообще убрать и тогда у меня освободится как раз ну то есть вот здесь из красного я могу потом убрать и у меня освободится еще одна вот здесь ячейка будет свободное можно в общем то сюда будет насыпать то есть можно будет уже таким образом поступить но по большому счету мне без разницы мне и так тоже вполне удобно комфортно еще и красиво сочетается он смотрите как красиво белый с золотистым смотрится мне нравится вот ну и красный зеленым тоже радостный такой новогодний создают дизайн вот елочку пока немножко отложу была мысль меня сейчас сразу взяться за хижину наверное за хижину я возьму все-таки не сегодня а завтра сегодня я хочу вышить таки вот этот теремок сколько может этот малыш уже тут лежать и я думаю что с этой задачей на сегодня уж справлюсь так по поводу того там красится не красится заготовка мнение разошлись кто-то мне пишет что красится кто-то пишет что не красится предложили мне множество способов чистки этих отверстий но в основном как бы они сводятся к одному то есть взять какую-нибудь нитку либо целиком допустим пасму заправить какую-то которую не жалко либо взять черстяную ниточку либо как-то продуть либо еще не искали есть ватные палочки которые такие заостренные не дошла я до фикс прайса вроде бы но мне сказали что есть фикс прайсе не дошла пока до туда поэтому буду вышивать как есть я посмотрю во первых все таки основная часть не так здесь темная белых оттенков не так много во вторых ну посмотрю то есть начну вышивать и если будет краситься ну как нибудь почищу уже возьму тогда пасму и буду прочищать конечно это не удобно ну заниматься чисткой вот этой основы потому что но мне кажется как-то производитель наверное должен об этом позаботиться все таки поэтому я очень надеюсь что у меня красится основа не будет еще я тут как-то усомнилась мне некоторые написали что вышивали в 3 нити некоторые написали что вышивали в винте а производитель то у нас чего рекомендует я не помню так здесь вот такие вот нитки вот не так совсем немного и кстати по поводу того хватает не не так тоже написали по-разному кто-то написал что вышивал в 3 нитки и не так хватило кто-то написал что вышивали в 3 не хватило кто-то вышивал в 2 бисера здесь вот такой еще красненький беленький так и что у нас рекомендует производитель производитель нас рекомендует полный крест в две нити так blend это крест в две нити по не по одной нити каждого цвета то есть по сути предлагается вышивать в две нити но некоторых почему-то это не устроило написали что как-то смотрится жиденько даже не знаю мне кажется на деревяшке нормально в две нити вышивать попробую начать в 2 посмотрю что получится если меня результат устроит буду продолжать вышивать в две нити если не устроит ну распущу и буду вышивать в три нити в принципе оттенки такие что если не хватит хотя вот этот не знаю то есть мне такой нет ладно разберемся в общем на этот вечер у меня заявлен теремок и еще хочу оформить вот эту игрушку но я теремок собственно тоже хочу оформить к нему заготовочка тоже есть для обратной стороны и ленточка даже вот есть для петельки а вот для мелхила у меня нет но у меня есть фетр тоже в общем то но нужно будет еще пришить петельку и приклеить к фетру вырезать игрушечку а то я совсем тоже про нее забыла про то что и нужно оформить так что вот такие небольшенькие планы у меня на сегодня ну а завтра я надеюсь что мы с вами встретимся и я покажу вам что получилось и наверное надо будет уже опять к хижине приступать и вот у меня четверг и мне удалось свои планы выполнить что конечно же прекрасно сделала я домик от созвездия полностью вышла и оформила игрушку от милхил ну что могу сказать по поводу созвездия в итоге я не стала ничего там прочищать решила попробовать но во первых когда я красиво мне тоже конечно частично краска немножечко до попадала в эти отверстия и я подумала но вдруг там как-то уже поменьше всякой вот этой гадости осталось во вторых я начала вышивать не самых светлых участков то есть вышила вот голубыми оттенками вот темными тоже оттенками но оттенком и ну как-то ими тоже уже частично прочистила скажем так отверстия по крайней мере те которые рядом с белыми ну то есть например если в это отверстие голубой крестик вышивался до с одного допустим уголка там или с двух рядом уже потом будет вышиваться белый то вроде как отверстие уже чище в итоге ну вроде бы получилось нормально но я не вижу чтобы что-то было грязно хотя сами по себе нитки они какие-то они вроде смотришь отдельно они белые но как-то вот не знаю в общем как их охарактеризовать но нитки мне не понравились я не знаю какие нитки здесь входят в набор написано просто нитки мулине мне показалось что это не хлопковые нитки но я не проверяла это так чисто по ощущениям и вообще-то для меня не страшно что нитки не хлопковые то есть это для меня не основной показатель того понравятся мне нитки или нет но вот как-то ощущение мне именно не понравились то есть они какие-то пуши пушистым так пушатся немножко при этом они сильно скрученные и как мне кажется тоненькие в крестики они укладываются ну так не очень красиво то есть не то чтобы не аккуратно не очень красиво это вот я вам остатки показываю то что у меня осталось от этого набора вышивала кстати я в две нити и как я прикинула в 3 наверное мне бы все-таки не хватило потому что не так здесь не так чтобы особенно большой запас может быть ну хватило бы прям впритык впритык но честно говоря не знаю стоит ли рисковать но в общем-то и в две нитки смотрится нормально немножечко светит основа вот здесь потому что я же ее покрасила в белый цвет ну там все-таки светлый и поэтому вот здесь немножечко вот это светлое просвечивает то есть наверное здесь все-таки если красить основу то лучше красить ее всю целиком причем так хорошо красить в белый цвет но за исключением вот этих темных участков если у вас так получится то будет замечательно у меня в итоге получилось что я не везде докрасила где нужно потому что я докрасила только края здесь получается например вот здесь такой кусочек не зашитый в два крестика у меня он был не пока не прокрашен и вот с этой стороны тоже как бы крыша свисает сюда и за вот этой крышей тоже получилось что мне деревяшка не прокрашена не до конца там смысле хуже прокрашена и вот здесь также и я когда вышел уже все крестики и бисер тоже пришила я получается сначала вышел крестики и бисер потом я подкрасила основу там где этого не хватало и потом уже вышивала бэк это может быть был не самый такой удобный способ может быть все таки имело смысл сначала вышить крестики потом сделать бэк потом уже пришивать бисер но нормально я справилась просто все таки мне показалось что будет проще и быстрее пришивать бисер сразу причем как предлагается в инструкции насколько я понимаю здесь вот особенно хорошо видно на вот этом элементе вышиваются крестики сначала потом сверху пришивается бисер ну то есть под значками бисера тоже есть значки на белом этого как бы не видно но на темном это видно и я этого не делал то есть под бисером я крестики не вышивала потому что с моей точки зрения это абсолютно ни к чему во первых эти крестики то есть цвет под бисером не видно во вторых бисер поверх крестиков ложится хуже значительно у меня один единственный раз вот одна единственная бисеринка пришита поверх крестика потому что я ну вот не заметила в общем вышел а там крестик вот вот это вот и она все время съезжает в бок потому что у нее как бы нет места она вот сверху приложена а вот остальной бисер он хорошо ложится тем более когда мы добавляем бисер между крестиками да как бы он так вот хорошо в эту выемку между крестиками ложится и прям ровненько укладывается но по крайней мере я так всегда делал в наборах мелхилл ну там в принципе так предполагается и я решила что здесь тоже будут делать также в общем то по двум причинам основная причина это то что так просто получается лучше и вторая в общем то тоже приятная причина это то что так работы значительно меньше представляете да если еще под всем бисером вышивать крестики но это же дольше получается правильно поэтому я считаю тут абсолютно лишними действиями лишними крестиками вот этими в целом игрушечка получилось довольно симпатичная ну так нормально вот я например когда сыну показала так две игрушки он сказал что теремок хороший а вот это вот как жены назвал то синяя свекла говорит мне нравится меньше вот 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 так вот он обозвал мой мелхилл поэтому здесь все равно видите каждому свое кому-то мелхилл больше нравится кому-то созвездие так ленточка которая была в наборе и были связаны и нитки прогладила и решила что она послужит замечательным таким вот подвесом мне кажется очень тоже мило в общем то смотрится так еще моменты которые меня тут ну не то чтобы смутили но такие ошибочки немножко несоответствия есть схеме внизу например вот здесь есть лишнее отверстие поэтому я сделала лишний крестик не поняв сначала что это лишнее отверстие потом посмотрела на обложку набора и увидела что таки да здесь лишнее отверстие и крестик здесь не делается в схеме этого крестика нет отверстие есть и наоборот вот по-моему с этой стороны внизу по схеме должен быть крестик но отверстия под него нет вот поэтому ну тоже соответственно не делала вот так интересно здесь еще вот здесь ряд лишних отверстий идет на заготовке то есть видимо сделали заготовку вышли поняли что ряд лишний и уже потом делали новые заготовки ну может быть так подкорректировали но не все все-таки здесь сделали лишнее отверстие здесь наоборот не сделали вот так смотрится моя игрушка рядом с обложкой мне мой вариант нравится больше мне кажется удачно то что я покрасила заготовочку в белый цвет так смотрится как-то наряднее именно вот по зимнему более как-то может быть празднично но это мое такое восприятие мне кажется хорошо еще тут такой тоже момент который меня вызвал вопрос я правда сделала но не совсем поняла обязательно ли это было или можно было без этого обойтись здесь идет бэк вдоль бисера то есть например вот с этой стороны бисера с внутренней стороны бисера идет бэк стич здесь тоже и по вот этому синему тоже с обеих сторон даже полос четырех сторон здесь идет бисер и честно говоря мне кажется это не имеет опять же смысла но я сделала на всякий случай как бы думаю а вдруг в этом как раз вся красота и кроется вот ну заготовочка здесь для обратной стороны она конечно же идеально подошла все замечательно в этом плане то здесь вообще все без проблем оформилась а вот еще какой момент меня удивил очень в этом наборе когда я достала нитки здесь всего четыре цвета используется и разворачиваю нитки и понимаю что всех не так вложено по одной пасме но длина у ниток разная самые короткие это вот эти вот темно-синие ими вышивается только бэк стич потом вот эти вот цвет морской волны они по длине они где-то метровые ну то есть длинные нормально такая длинная нитка метровая а вот голубой цвет и белый и разворачивает такая длинная пасма я даже не поленилась ее и смирила мне получилось метр шестьдесят шесть но можно было конечно предположить что они просто не разрезали должны разрезать и получится такая нормальная длина до 80 с небольшим сантиметров я в основном разрезала потому что когда вышивала белым цветом ну чтобы как бы поменьше пачкалась до поменьше вот это вот теребить я разрезала нитку пополам складывал ее тоже соответственно еще пополам и вышивала ну и плюс когда бленд вышивала тоже естественно брала не метр шестьдесят половину от нее вот такой набор бисер остался запас есть запас ниток тоже есть но насчет в три нити я не уверена если честно не могу сказать что мне доставило большое удовольствие вышивать эту игрушку вроде как ничего такого критично прям плохого сказать тоже не могу но вот как-то удовольствие не то ну вот потому что все-таки нитки здесь не самые приятные оказались еще здесь и бэк тоже какой-то странный потому что он идет вот например вот здесь видно что под этими под бисером до идет бэкстич ну как бы он там вообще не нужен и вот там не видно кстати не делала я сделала вот этот центральные эти вот стежки и все а там он не нужен и ну вот еще там тоже вот места про которые он говорил где не нужен и в общем короче как-то мне кажется не до конца эти игрушки продуманы вот то есть у меня такое впечатление хотя в итоге получилось мило буду ли я еще вышивать созвездия игрушки от созвездия не знаю может быть если какая-то очень сильно понравится то буду но так чтобы прям много их вышивать ну пока мне не хочется в итоге у меня вот такие еще добавились в мою коллекцию две новогодние игрушки обе такие синенькие в синих тонах скажем мне кажется на елке они будут выглядеть замечательно и одна и вторая так но об игрушках все и что ж пришло время вернуться к хижине времечко неумолимо мы все приближаемся к новому году и соответственно мне нужно поскорее уже заканчивать эту работу осталось мне напоминаю ну как бы не очень много осталось мне дошить здесь полукрест по двум сторонам вот в этих промежутках и еще вокруг и сделать бэкстич я не уверена что я справлюсь с этой задачей за сегодня возможно мне на это понадобится два дня да очень даже может быть потому что сегодня у меня будет не очень много времени на вышивку по всей вероятности но тем не менее завтра мы с вами увидимся потому что завтра пятница и я буду завершать эту неделю поэтому обязательно покажу вам что же у меня получилось здесь сделать ну что ж я готова вам показать то что у меня получилось получилось у меня не так уж много но в принципе хорошо хоть это получилось потому что что-то тяжело мне прям дается полукрест в этой работе я всегда полукрест любила любила за то что быстро продвигается работа до когда вышиваешь полукрестом не совсем понимала тех кто полукрест не любит но вот в этой работе полукрест дается мне крайне тяжело не весь то что было внутри шара то есть внутри возле хижины вышивалась хорошо а вот часть которая снаружи шара да вот эти световые такие расходящиеся круги что ли как назвать в общем свет да дается мне тяжело вот часть которая ближе опять же да к этому шару попроще потому что здесь может быть цвета более яркие может быть как-то вот они больше различаются между собой но чем ближе краю тем прям ситуация хуже я уже несколько раз терялась то есть вышиваю вышиваю и все я запуталась я не вижу буквально причем на секунду стоит куда-то отвлечься возвращаешь взгляд и понимаешь что все ты ты не знаешь вот то ли здесь то ли вот здесь вроде и на эту строчку там похоже да в схеме и на эту тоже и вот какое-то такое ощущение что ну все потеряшка начинаешь разбираться выяснять иногда в этих случаях я начинала с другого края вышивая то есть например если я шла сверху бросала в этом месте и начинала вышивать снизу в итоге как правило все совпадало были моменты когда я распарывала на небольшие но вот ощущение какой-то потерянности и постоянно вот такого напряжения что где я нахожусь так не надо отвлекаться прям ух тяжело но и как вы видите я вышила с одной стороны вот эту всю часть то есть полностью меня теперь уже круг готов с левой стороны мне еще осталось то же самое сделать с правой справа я только чуть-чуть захватила то есть у меня тут был просвет небольшой внутри дошила но и вот осталось мне тоже здесь уже полностью дошить круг вот эта внутренняя часть будет вышиваться проще вот эта внешняя часть здесь нужно прям взять себя в руки и сделать это ну и потом буду вышивать бэкстич на вышивала я 600 крестиков но вчера у меня был совсем не вышивальный день то есть я вышила наверно крестика в 100 получается так и остальное вышивала сегодня с утра потому что работу уже конечно же надо дошивать времени остается совсем совсем немного и надо ускориться и сделать чтобы ну уж совсем-то там перед новым годом не заниматься этим не торопиться вот поэтому это конечно главная задача на следующую неделю будет еще одна неделька вот это вот успеть до нового года потому что она все равно такая по большей части предновогодние поэтому буду продолжать съемку вот такой недели но увидите вы ее 2 января в субботу как обычно ну а эту неделю я завершаю в принципе результатами я тоже в целом довольны и шар я продвинула этот со схижиной и игрушки опушевала и елочку пушевала поэтому в целом все было по мамам весьма неплохо поэтому с удовольствием завершаю эту неделю и и начинаем отсчет буквально предновогодних денечков ну а на сегодня я с вами прощаюсь всего вам доброго пока-пока ну а ну а ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok